После многочисленных набросков и эскизов Летом 1881 года Воснецов приступил к картине «Аленушка». Он начал ее в Ахтырке под Абранцевым, а закончил зимой 1881 года в Москве и отправил на очередную передвижную выставку. Так глубоко выразить душу, так поэтично представить тип, для этого нужен талант художника. Писала критика о картине. Но никто не заметил того нового, что ввел Воснецов в русское искусство своей «Аленушкой». Он раскрыл тончайшую связь между переживаниями человека и состоянием природы, что великолепно передано в народной поэзии. Природа здесь тоскует вместе с «Аленушкой», добавляя картине настроение трепетной скорби. Да, столь художественный поэтический образ был новым для русской живописи. Отчаяние в позе девочки, устало сцепленные и загрубившие руки находят подклик, бессильно наклонившийся к воде ветки осины. Заросли осоки в темной воде, будто оберегают «Аленушку» от неверного шага. Охраняют ее и молодые ели, стоящие за ней тазорными. Как поются народные песни, «Горе за мной идет, вслед грозит, порублю я, посеку все темные леса и найду тебя, горемычному». Природа сочувствует, старается помочь. В серебристо-дымчатой цветовой гамме тоже слышится грустный напев. Ах, те горе, тоска, печаль великая. Грустят вместе девочка, деревца, птицы на ветке, небо сливаясь в тихую задумчивую сказку. Олицетворение русской женской доли, а может быть и самой России. Сохранилось немало этюдов, подготовительных работ картине «Аленушка». Много внимания художник уделил пейзажным этюдам. Их Воснецов писал на берегу Вори, в Абранцеве, у пруда в Ахтырке, где проводил лето 1880-1881 годов. В этих этюдах чувствуется печальное состояние природы, которое созвучно настроению самой «Аленушки». Обаятельной, лирической поэмой о чудесной русской девушке одной из лучших картин русской школы назовет «Аленушку» спустя годы. Художник, авторитетный критик Игорь Эммануилович Карабар. «Аленушку» спустя годы.